Привет всем любителям пошаговых стратегий, вы слышите Алексея Халецкого, и я продолжаю на уровне сложности божество на огромной карте проходить за Россию Seedmare Civilization 6 Gathering Storm. Мы знакомимся с последним патчем, который недавно вышел, и в связи с этим небольшой ликбез. Вот я когда записываю это видео, как раз вышла первая серия для зрителей, там ко мне много претензий. По поводу первой претензии я хочу извиниться, мне писали, что какой-то шум на фоне неприятный, да, у меня тут очередные переезды, я к сожалению не мог иначе записывать, я буду стараться, прошу прощения у зрителей, это конечно не дело, но просто по-другому невозможно было. Я считаю, что видео надо делать в любом случае, даже если какие-то сопутствующие препятствия этому есть. Другая претензия, я неправильно играю за Россию, не по стратегии, мало лавр строю, что это за херня такая? Ребята, мы знакомимся с патчем, это не видео о том, как правильно играть за Россию, поймите, это не стратегия развития за Россию, это не стратегия победы за Россию. Я конечно буду стараться победить, но мы в первую очередь знакомимся с патчем, если мы знакомимся с патчем, то мне надо посмотреть, как изменились верфи и гавани, которые как раз поменялись в этом патче, поэтому мне надо их строить, например, а не театральные площади. Вот, как-то люди не очень понимают вот этот момент, надо объяснить было. Ладно, продолжим. Я думаю, тебе немножко понятнее стало, тем более мы развлекаемся. Я считаю, что игра против искусственного интеллекта в любом случае развлечение большое. Ты можешь всякое разное делать, и ничего тебе за это не будет. То есть, мы проверяем, как искусственный интеллект действует, и как он поступает в разных местах. В общем, ладно, мы проложили торговый пост к Индии, между прочим, из Новгорода, может куда-нибудь подальше еще можем запулить. Какое у нас вообще самое большое отсюда, опять все, значит, Этлан. Блин, мне бы, конечно, тогда союзит с Ацтеком, я бы Индуса вынес, а Ацтек был бы моим дружуще. Правда, Агра еще и производство дает. А, ну я думаю, что мы тут с производством как-нибудь переживем, а вот денежки это хорошая штука. Тем более, что, видите, нам надо клетки покупать, обрабатывать. Ну, не хочется мне оленей тут вырубать, вот честно вам скажу. Хотя она пока... Тем более, что сейчас лагеря стали еще... Ммм, подождите, здесь у нас арбалет. Здесь у нас арбалет, поэтому отступим. Не хочу... О, уже открыты границы я с Ацтеком. Получил, надо вот больше городов открыть. Так, протестантизм у нас там, протестантизм. Пока используем... Да, я же хочу перса обращать. Пока используем этих миссионеров как разведчиков. Миссионеры плавают по территории, даже если нету открытых границ, что очень круто. Может, купим рынок? Я бы купил, а тут вот что-то из этого. Да, ну тут, конечно, на часовне великого магистра, и будем покупать... Будем покупать казаков за веру и сносить... Сносить индусы. Так, сколько теперь стоит купить торговца? Ну, у меня 98 вход. Следующим ходом, я думаю, купим. Так, Москва растет. Светилище давайте. Я тут накричал просто на тех, кто требует стратегии игры чисто за Россию, но я думаю, имеет смысл процитировать комментарии для тех, кто действительно интересуется стратегией игры за Россию. Вот Владимир Владимирович пишет такой комментарий. Смысл игры за Россию в быстром выходе в астрологию, застройку лаврами, выхода в золотой век и расселения поселенцами и рабочими, купленными за веру. То есть, имеется в виду, в первом, в самом начале вы быстрее идете в астрологию, ставите лавры, чтобы в следующем веке, в античности, выйти сразу в золотой. Не как я через темный и героический, а сразу в золотой. И за счет большого количества веры, то есть, у нас бы Иерусалим тут еще был, закупать этих самых поселенцев и за веру просто покупать поселенцев и расселять. Как я делал потом в героическом. Дальше. Культурная победа за Россию на божестве. У тебя практически все писатели, музыканты и художники. То есть, строишь лавры, а потом еще и театралки добавляешь сразу и все эти шедевры расставляешь. В общем-то, да, действительно вот так играется. Поэтому, например, в сетевых партиях Россию и банят, чтобы вот такой херни у тебя не было. То есть, это слишком имбовая цивилизация тоже. Как и Мали, например, тоже с Верой очень офигительно заходит. Но еще раз повторю, мы не играем, мы не ищем классную стратегию за Россию. Я и не ее показываю. Видите, как бы в двух словах ее объяснил. Даже не объяснил, а прочитал комментарий. Ага, мы знакомимся с патчем. Еще раз повторю. Все, давайте вернусь, собственно, непосредственно к нашему противостоянию тут с индусом. Надо по-разному пробовать, разные варианты. А здесь, подождите, я открыл возможность плавания через океан. В общем-то, надо этим пользоваться. И идти перса обращать. У меня тут миссионеры в засаде сидели. Можно, кстати, в каравелку апнуть мои три ремы. Правда, не сейчас, наверное, а когда... Когда начну уже открывать... Блин, а где вторая три ремы? Подождите. Ее вроде не убивали. Галера, галера. А, ну да, я себе ее походил. Я уже потратил... По привычке из пятой цивы Все время эти начальные кораблики называю три ремами. Так, Питер растет. Ничего у нас тут не залочено? Нет. Новгород растет. Ну, давайте я отлочу, но все равно будут эти клетки выбирать нормально. Тут на производство. Москва растет, ничего не залочено. Астрахань. Давайте вообще вот так сделаем чисто на еду. Архангельск тоже растет. Тотальненько. И Нижний Новгород растет. Все. Все, мне все нравится. Занимаемся ростом. Да, вот тут я, конечно, до сих пор жалею, что в прошлой серии здесь вот акведук не поставил. Лавра, конечно, тоже хорошо, но тут лавры еще были места, куда ставить. А вот акведук. Каравел в Норвегии разграбил лесопилку, господи. Так иногда смешно читать эти всякие сообщения. О, наконец-то индусу понравились. Ну, а что понравились? Я уже не хочу с ними каких союзов заключать. Я хочу с Ацтеком союзы иметь. Ну, давайте высадимся. Миссионеры всего две клетки плавают по воде. Что, конечно, медленно. Так. Надо тут рыбу обработать. Пока. Ну, ладно, пока не апгрейджу. Блин, мне еще четыре торговых пути надо. Сейчас, я, наверное, сейчас и... Так, из Тула у меня бегает. Новгород, Тула, Петербург. Откуда мы еще отправим? Из Астрахани давайте. Тут купим торговца. Вот и четвертый будет как раз. Средневековые ярмарки ускорим. Вон он, Мадол. Это интересный город. Какой-то грязный союз. Удачно причем завершился. Обратите внимание. Так, мы все укрепили. Мечети. Стоимость миссионеров и апостолов снижена. Давайте высаживаться и исследовать территории. В Нан Мадол пока не буду. Вот, у меня нету театральной площади, во-первых, ни одной. Но вообще надо бы их построить, конечно. Я не спорю. Так. Амбар. Монумент. Давайте, наверное, торговцу еще сделаю. Ну, пока красота. Мне вот в Туле бы, конечно, как-то ускорить. Ну, с другой стороны, я пока не выхожу в казаков. В казаков. Давайте посмотрим. Два универа. Для этого мне универы, собственно, надо открыть. Две бомбарды. И уничтожить врага при помощи... Вот, это я смогу сделать, потому что я сейчас открою. Давайте потом в универы пойдем. Открою рыцарей и апну в рыцарей колесницу. Пойду как раз... Смотрите, у меня где-то еще была колесница. Во. Давайте переведем на этот фронт. Блин, может... Блин. Вот это я, наверное, зрячился. Он может подойти арбалетом и убить мне эту колесницу, в общем-то. Арбалет больно стреляет. Пошли песнопения Маури. Ммм... Да, у инка, конечно, наука. Фу, не убил. Но я прометчиво выполз все равно. Тем не менее, как говорится... Ой, я рыц. Подождите, я переключил что-то? Шифт почему-то не сработал. Так, здесь постоим в лечении. В лечении из Астрахани. Все равно тебе начатит лан. А к инку у нас... Он просто инк так прет по науке. Нет, я к инку не могу отправить караваду. Вообще. Ладно, давайте пока в пасаргады. Кстати... А почему и нет? Так, поменяем. Но мы посчитали, что вот это вроде как работает, да? Давайте поставим на апгрейд юнитов. Скидка в стоимости. Вот пока так. Счастье уберем. Ну, потому что у меня не везде... Не везде есть... Гарнизоны в любом случае. Так, апаем. А, блин, я рыцарь еще не открыл. Надо, короче, разбираться с этими ребятами. Сейчас двух рыцарей сделаю. Плюс у меня селитра есть. Можно выйти в порох. Кстати. А, у меня каменоломин нету. Так, всаживаемся. Начинаем обращение в православие. Я бы, наверное, кстати, именно с персом бы дружил. Потому что... Они обычно миролюбивые, а ацтеков крышу сносит. Они начинают со всеми воевать. А потом тебя все осуждают, что у тебя в друзьях такой придурок. Ну, все как в жизни, в общем-то. Маяк. Мечеть, наверное, купим. Пошла была лайка наяривать. Ингл по гуске острова. Надо ли тут рынок сейчас? У меня тут маяк есть для каравана. К веду к ней негде поставить. Лавра. Ну что, давайте тут театралку тогда сделаем. Может, это где-то чудо? Хотя тут компьютер, все чудеса. Да, у меня даже нет чудес свободных никаких. Я бы театралку здесь все равно поставил. Давайте тут. Возможно, на холме какое-нибудь чудо в будущем можно будет сделать храм. Заканчиваем ход. Вот перс, кстати, очень хорошего. Я понял, хорошо. Но перс вообще, ну, смотрите, Чандрагуб-то уже дружелюбный. Я не знаю, что у меня малая армия. Уже дружелюбие. Давайте глянем. Просто недоволен тем, что близко к его границам. А так, неизвестная причина это, скорее всего, вот это количество населения, о чем я и говорил, что большое количество населения в городах. Ух ты, апостол уничтожил. Нифига себе. Это прикольно. Так, 90. Здесь АПМ. Покалечимся. Здесь покупаем эту клетку. Это, конечно, два хода, но чем быстрее мы купим, тем быстрее Астрахань вырастет. Я считаю, это хорошее вложение. Астрахань, Питер, Новгород и Тула. Давайте, наверное, из Смоленска. Смоленска, потому что он прибрежный город, а сейчас прибрежные города торгуют друг с другом, очень много дают. денег. Ну, тут дофига народу. Довольно долго будем саргады обращать. Хотя уже тут пятеро и тут пятеро. Наверное, следующим ходом по саргады и Тарс обратим. Может, не лезть тогда уже туда, Тарс? Там так Голландия раздухарилась со своими миссионерами, со своими апостолами, точнее. Поплаваем немного. И пойдем себе поковыляем потихонечку. Такая, чтобы вырубить вокруг правительственной площади. Тут промышленная. То есть, у меня скоро будет возможность ставить район. Наверное, даже театралку поставлю внезапно, а не кампус. Или кампус поставить, блин. Этот инк так немножко напрягает с его наукой. Ладно, театралку, значит, нам нужен строитель здесь это все вырубать. Так, очередной в Новгород или в Москву посадим. Давайте возьмем Виктора пока в Москву. А может в Архангельск стоило? Москва вообще хоть как-то растет? Ну, вроде растет. Вроде растет. О! Можно уже еще какой-то райончик. Ну, тут бы я, наверное, гавань поставил. Вот тут тогда сделаем коммерческий район. на будущее 7 меточку. Там надо вырубить. я тут все вырублю. Все вот эти леса. Вот эти вырублю. Вот это, вот это, наверное, оставлю. Здесь шахты поставлю. Ведук тут невозможен. Зато здесь возможен окведук. Так, давайте подумаем. от камела на луне двух соседних клеток района. Рожительственной площади от окведука плюс 2. Плюс 2 от канала. Ну, я вот тут могу канал, кстати, сделать. Знаете, что я могу здесь окведук, а здесь вот как-то канал вот так провести. И тогда вот этот давайте, наверное, вот сюда промышленную зону тогда, а вот здесь нужен канал. Так и так. тачмахал построили. Все предоставляю постройку чудес вам. У меня просто я не успеваю за вами. Я когда выхожу в те чудеса, которые можно построить, они уже построены. в смысле засоряю. Я не чу. Вообще никаких выбросов нету. Это охренел? Он охренел. Купо охренел. видели, как купо охренел? Больше торговых путей. нам надо апнуть в каравелу, чтобы ускорить исследование. Так, этого парня в следующем ходу будем апгрейдить. Пойдем отсюда одним кулаком уже будем нападать тогда. Тарс отправлюсь в два разных города. Уже семь исследователей, то есть по идее еще одно обращение и а все, так он уже считается православием, православным. Отлично. Что-то на него конфуцианство действует, а конфуцианство у нас по-моему ацтекское, да? В 26 городах. А как это он так ломанул? Да, надо быстрее перса обращать. Кстати, тут никто не переманивает. о, смотрите, что творится. Католицизм там голову поднимает. маяк. Торговца можно купить. Ух ты, дамбу, но только на том месте, где правительственная площадь. Ладно, пока, значит, будем строить здесь торговца. Нет, сорян, чувак. Селитра нужна самому. Такая лошадь нужна самому. Нет, мы не будем принимать гостей от индуса, мы ему хотим захватывать. Смысл? Я тогда королева Франция говорит на итальянском, да? Франция расширяется за счет города Рэймс. это она основала город, да? Может, на кофе? Нормально. Это даже не вход, это просто два золота. надо посмотреть, поторговать ресурсами, например, даже лошадьми. меняем на торговую республику. надо ли мне еще? надо. А, подожди, он не работал сейчас. Карточка это не работала сейчас. Я хочу бабла. протратил. Считается непринятым. Но это я не буду ничего улучшать пока. Но когда не принимаете правительство, как бы карточки не работают в тот момент. все сколько городов вообще? Всего четыре города у перса, прикиньте. это я думаю печально для него. каком-то острове не очень качественно он появился. так, так, Завращаем наверное на содержание юнитов. Тут бонусы для священного места и кампуса. Взять первого посла, чтобы отправить пока. Давайте возьмем что здесь. Новые строители на два действия больше можно. Плюс два к жилью в всех городах. С двумя и более повышением имеют таких губернаторов. Может взять пока плюс пять боевым еще против варваров? Да и олигархическое наследие можно взять и повоевать там с ними пока. Я хочу зачистить там. Просто хочу уже зачистить. строители. Где у нас театра лачка хорошо? Три. Ну и здесь конечно тоже будет три наверное. дай себе сменю. Ладно тут два начнет тот район надо. Ладно пускай пока Новгород растет здесь тут мы еще вернемся еще там что-то тут надо давайте амбар жилье жилье почему нет маяк маяк к моменту появления казаков а не могу ли я художника купить о если еще ходом он будет и так отлично образование открыли ну 2 2 бомбарды нет а вот два университета вполне можно попробовать причем купить за деньги у меня тут везде сколько по-моему 500 что-ли будет стоить да 500 надо копить чисто на универы библиотеку конечно еще будет купить она по-моему 260 180 вообще в общем 1180 надо в ближайшее время поэтому деньги не тратим на всякую муру слабо клетки развиты надо было больше рабочих все-таки о инк что-то упало наука блин забыл поторговать ресурсами сейчас надо в начале этого хода значит строительную инженерию ускорили а гильди мы ускорили кстати да так значит нам художник достался ускорили гуманизм сначала поторгуем ресурсами блин у меня два кофе я уже торговал с вельгельминой кофе понятно гипс неприязнь неприязнь а мне нечего предложить блин ладно хорошо а кому лошади нужны отстать к тебе лошади не нужны случаем нет не хочет не хочет торговать вот когда когда вот таким цветом видите так приглушен они не будут покупать так это я перс ну походу лошадей у всех дофига я понял ладно военную науку ускорили благодаря потому что рыцарем убили как раз то что мне надо для казаков я только две ломбарды не получится ускорить поэтому своим ходом откроем так художника пока пока у меня нету куда его сажать отправлю путешествовать и открывать карту ну я могу конечно в столицу посадить но ради одного шедевра не знаю что-то как-то ломбарды охота олени идем вырубать о а можем с персом открытые границы заключить он мне даже готов заплатить за это представляете какой щедрый перс но у него городов мало перс тут конечно не конкурент в плане какой-то игры на победу и вот маленький островок выпал и он что-то пытается на нем изобразить а что тут в парде как-то тяжело православие распространяется пойдем наверно надмодол обратим тогда сколько я вообще получаю культуры от веры всего лишь один с половиной культуры ну это отверование что окружающие есть театра очкам блин я кстати поставил здесь первый посол и не использовал его до сих пор спустя нам модел то крутая штука он же дает культуру все районы на побережье дают плюс 2 культурами сразу 114 столову это не зря и в баллонию давайте сразу отправим спустя по-моему баллония какая-то крутая районы со зданиями дают плюс фигаси мы тут сейчас зажжем баллония и нанмадол вообще какие-то мастхевные города города государства то есть нанмадол у меня куча районов на побережье вот например две культуры да начал давать вот пожалуйста еще две культуры райончик почти все коммерческие центры у меня на побережье это культура а баллония дает дополнительные очки великих людей просто опять же на ровном месте пошла культура но по-моему из всех встречных вообще самая большая культура стала теперь разве это плохо нет так так Москва растет древние стены нам не нужны монумент нам не нужен строителя сделать давайте строителя может поставить вкусненько вкусненько с Харальдом с Рокдюр ну нафига мы с ним дружба я хочу с кем-нибудь союз заключить но ни в кого рядом нету кому караваны отправлять нормально нежный новгород что-то вырос прям по максимуму да да и так шином мадол я хорошо за союзе в полонию за встречу мадол а кто мадол 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 кто-то земцу выдал оружие откуда вот откуда у него вот это вот все ну-ка тоже неплохо мадол развивается какая-то карта получилась такая морская почему-то считается что нет блин чувак нет он нанмадол забирает ну нет чувак ну как американца а можно как-то попросить наверное не вариант а кто стал сузереном мадол хираси мантасума то есть я был сузереном мантасума туда влил послов семь наверное блин ну похоже и персы надо захват у меня четыре города он мадол мой любимый захватит проблема с персом в том что он через море а за религию за веру морские юнифи покупать нельзя сразу как культуры бонус бонус для центра коммерции бонус для мантасума мантасума пока не буду менять какой-то есть вообще шанс то есть попросить его не захватывать город невозможно но он его захватить свящим ходом я думаю ну видит видимо надо союзиться с ним пока хотя бы в начале да ладно и делегацию у нас вот лишь нормальное отношение даже делегацию не хочет принимать так что у нас там еще универы не могу купить не хочу тратить деньги на делегацию даже цель на то что они там десяточку стоит ну а мани надо наверное в архангельску потому что вряд ли новгород будет офигительно расти эпоха еще не заканчивается так кто же меня обстреливает а ты меня обстреливал на а то так твоей красной мохнатой попе а то так тут еще какие-то острова кстати перса чуть тут города не основываешь пошли на модул обратим тут как раз жители уменьшится после захвата о территории дофига чё тогда он так расселялся медленно что за дела кстати бандар брюна и освободил это торговая бедешка желтая она денег мне даст прилично я сейчас буду оленей убирать в принципе это два хода давайте давайте тогда еще одного строителя так следующим ходом я уже куплю один универ сколько он тут строится 11 ходов а тут еще библиотека нужно так тут я покупаю универ может с библиотеки начать вообще меня аж баллон я только на библиотеке сейчас сдает давайте из библиотеки начну покупки ой как жалко над модул блин тут пока еще оставляю вот это поменяем ну кстати почему нет правопрохода мне правда не надо ну так в принципе можно договориться спасибо ты как раздухарились или это не мстят за своих погибших братьев арбалетов скорее всего да ладно тут я постою ну и на этом я серию закончу пишите в комментариях ваши впечатления как всегда спонсоры эту серию видят уже сразу практически как она будет выложена все остальные зрители чуть позже ее получают спасибо что смотрите с удовольствием читаю ваши комментарии играть его спасибо что досмотрели до конца я алексей михалецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока 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 Субтитры создавал DimaTorzok